Арт-моб с Нобелевским размахом. Коллектив историко-филологического факультета БелГУ организовал творческую акцию, посвященную гениям русской словесности Михаилу Шолохову и Иосифу Бродскому. Отрывки из прозы и стихотворения нобелевских лауреатов с наслаждением слушал Андрей Радюков. Есть вечные глубины в Тихом Доне. В этом уверена студентка БелГУ Светлана Головчанская. К юбилею Михаила Шолохова она подготовила стихотворение Николая Рыленкова о главной казачьей саге страны. Все мелкое ушло, душа бездонней, святая жажда дела сжет ладони, святая жажда правды сердца сжет. Это стихотворение, посвященное Тихому Дону, и поэтому оно мне нравится. Но оно, знаете, оно передает всю глубину, наверное, этого великого произведения. А вот Алина Дуплякина выбрала для арт-моба стихотворение Иосифа Бродского, другого нобелевского лауреата. В деревне Бог живет не по углам, как думают на смешнике, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. Премию Иосиф Бродский получил в 1987 году с формулировкой «за всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли, яркостью поэзии». Именно эти качества его лирики делают Бродского актуальным в наши дни. «Воспитание Бродским, оно очень значимо. Он, конечно же, большой эстет, и поэтому эстетическое воспитание, проникновение в те образы, которые он использует. Все это, я думаю, должно оказывать значительное воздействие и на молодых». Помимо чтения отрывков из произведений любимых авторов и декламации стихов, студенты раздавали прохожим листовки с работами нобелевских лауреатов. Тем самым ломали стереотипы горожан, что раздавать на улицах могут только спам. «Сначала народ боится, что реклама какая-то, а потом, а Бродский, мой любимый, Шолохов, юбилей, знаю, или хорошо. То есть все принимали это позитивно очень». Это не последний арт-моб. В год литературы студентами БелГУ запланирован цикл акций «Живое слово писателей» и лауреатов Нобелевской премии. Следующий ожидается уже в новом учебном году, в октябре, у памятника Ивану Бунину. Андрей Радюков, Валерий Ларьков, Новости мира Белогория.